Мы опять в эфире. Так, ну что? Снова здравствуйте. Привет. Так. Мы будем выходить с различных ситуаций. Можно как-то эту штуку? Да, она тебя в мыло уводит просто. Да. Да я же не вижу, потому что светит мне всё. Я не вижу, насколько у меня это ровно. Так, ну, ребята, мне кажется, всё замечательно. Уже красивые брови. Всё прекрасно. Вот. Может быть, вот здесь вот один волосочек ещё поставлю. И всё. Так, пока ребята присоединяются. Все вернулись. С потерями. Сейчас же глаза начнутся. Это же самая любимая тема для многих. Итак, поехали, ребятушки, дальше. Поехали. Глазки. Я сразу убираю. Они не нужны. Наши листки пока. Вот. Так, 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 так. И поехали. Глазки. начну я с нижнего века я многим советую начинать с нижнего века потому что по большому счету откуда начинать сверху или снизу нет разницы но с нижнего века начиная вы можете сразу видеть направляющую вам так будет проще я буду использовать карандаши make up secret это и с 21 кофе очень классный цвет мне кажется это прям универсальный сатиновый такой карандаш от бренда make up secret поэтому попробуйте знакомство с карандаша вот такого красно-коричневого сатинового карандашка есть 21 и буду использовать черный bm 01 буквально где-то только в краешке буду добавлять потому что я не использую черный с 21 и и м 01 так опять же повторюсь что обязательно я люблю когда со мной общаются я очень люблю отвечать на вопросы поэтому поехали я буду использовать кисточки из синтетического волокна бренд make up secret очень люблю кисти из ворса таклон это синтетика которая может работать как с сухими продуктами так и с кремовыми то есть не нужно думать что натуральный ворс подходит только для сухих продуктов таклон прекрасно набирает прекрасно на прорабатывает сезоны и не сыпет поэтому можно использовать эти кисточки пожалуйста для любых работ так вы для кремов и для сухих и так начну с карандаша есть 21 сразу возьму кисточку которая будет его протушевать ваш вопрос мы по-прежнему не видим ребята может быть вы напишите вот вы видите вопрос девочки которая вот алина джуиси извините с неправильно да пожалуйста может вы напишите бывает знаете если какая-то реклама инстаграм почему-то воспринимает как-то так не так не выказывает такой часто бывает напишите пожалуйста может он какое-то слово воспринимает за мат и не выводит в эфир что-то созвучно так вы смотрите я буду стараться чтобы было видно всем обязательно меня корректируйте если это не будет видно люди пишут тоже не видят знать этого не все нормально все нормально то что я же переживаю ребята я отвечаю на все вопросы пожалуйста итак я его сначала меняйте слова какие-нибудь там перефразируйте вопрос перефразируйте чтобы смысл остался а по-другому было написано я начинаю с нижнего века карандаш и с 21 прорабатывая все нижнее века не сильно далеко и прям слизистую тоже если у вас карандашик на слизистую сразу не выкладывается не делайте это прям вот вы знаете как вот не ложится ну-ка сейчас я его положу подождите пусть слой просохнет потом будем дублировать я бываю даже дублирую карандаши на слизистую до трех раз я беру кисточку мейкап секрет в 85 ворс таклон ваш любимые средства любимых средства я сейчас их обозначаю как раз если бы они были нелюбимыми вы знаете я бы наверно здесь не оказалось бы поверьте а если я бы не любила настолько сильно продукты от марка make up секрет и иначе понимаете моя репутация для меня очень важно и я все говорю то что действительно является какие любимые вот все что я сейчас он перечисляю если они мне находятся значит они любимые обязательно тона обязательно база это прям вот вообще неотъемлемая часть пигменты это моя любовь тоже вы вот анатолий сандвич может показать миски вот это только мейкап секрет вот понимаете полный и вот они полные две миски кисти очень много кистей особенно с базовой коллекции от make up секрет похоже на коллекцию от энд бьюти понимаете вот пожалуйста не хочет платить больше пользуйтесь моими советами как всегда говорю девиз хотите быть счастливее меньше потратить и достигает результатов прислушивайтесь какие любимые средства от мешков под глаза видимо слова мешки не понравилось какие любимые это сон это гимнастика мешки еще могут образовываться если забивается лимфодренаж да там как-то не происходит вчера у меня был эфир как раз таки с лифтинг тренером вообще мировым крутейшим вообще тренером поэтому она говорит такое бывает отечность если филлера были или стоят недосыпания нет оттока потому что никакой косметический продукт не поможет поверьте это все может быть только там эффект доложки на какой-то момент все остальное это не косметика это декоративка понимаете мы создаем некую иллюзию то есть мы украшаем до человека но это не значит что мы его лечим поэтому мы лечим только красотой поехали ребятушки смотрите я подтушевываю очень легко очень мягенько и сразу увожу направляющий об такое легкая такая элемент как стрелочки очень легко сделать вот такой вот кисточкой дальше я беру тинт я имею ввиду в плане косметики как скрывать это ну это не скройте косметик а можно скрыть отведя акцент все зависит от того какая отечность да можно ее не подчеркнуть значит на объем нельзя выкладывать перламутры нельзя выкладывать какие-то сильно высветляющие моменты либо обходите то есть работая со светотенью да то есть у вас что-то матовое было там на конкретно на объеме а тень полутень уже работаете светоотражающими продуктами очень много там нюансов которых можно работать либо не не заострять внимание а увидите на что на чем-то другую ну например на губы сделайте яркие губы проработать хорошую кожу то есть чтобы не было заострение внимания то есть если мешок под глазом сильно низкую тушевку тоже не сделайте очень легкая акцент на верхнем понимаете то есть вот какие-то такие моменты я продолжаю я буду использовать make up secret тинт это пейшн если правильно читаю прошу прощения если неправильно make up секрет меня поправьте пожалуйста я буду использовать очень классный тинт он такого знаете ржеватого оттенка ржа коричневый ну это очень верно я бы еще бы знаете чтобы хотел чтобы вот make up секрет выпустил такое но чуть-чуть светлее да мы можем расцветляет разбавляет но иногда просто хочется взять и работать так вот я беру его беру кисть с 20 с как доллар это тоже моя любимейшая кисточка пачкаю ой этот тинт и заполняю полностью валик это кисточка я всегда говорю нужно иметь хотя бы две как нарисовать стрелку на нависшем возрастном веке чтобы уголок не уходил вниз вы я сейчас нормально сейчас саду посмотрите на висающие века у меня есть видно видно у меня нависающие века еще какой вот такой прием делаете мне кажется красотка ничего не могу сказать как можно себя любите себя в любую какая вы есть на данный момент времени просто избегайте максимально четких линий я так считаю что чтобы не было знать и что стрелка получила вернее дала вам еще одну линию да то есть еще одну морщину очень аккуратно вообще всегда людям спрашиваю говорю а вы зачем их рисуете они горят ну не знаю все рисуют и и мне наверно надо тоже рисовать и у меня просто эти паника в голове думаю как вообще такое возможно нужно же делать то что конкретно тебе нравится поэтому если кто-то знает знаком со мной то я стрелок не рисую это моя философия потому что я отличаюсь от других я не такая как все уже буду говорить и продолжаю говорить и такой вызов я люблю все растушеванное у меня есть на это причины какие свойства тинта и чем его можно заменить что заменить значит заменить можно вообще чем угодно да даже воду можно заменить на газировку и там на соки и так далее вопрос ну что хочется получить понимаете тинт все прекрасно работает он имеет такой сатиновый тоже финиш при высыхании хорошо к нему подлипают пигменты ну вообще можно все что угодно ребят сейчас я буду использовать фридом очень очень классный тинт вообще говорю что вот это маска такой и это нужно иметь в базовой коллекции немножечко немножечко набираем сейчас поближе вам покажу за как это видно не видно а так вот такой росту супер и буду использовать его немножечко она внутренний уголочек кисточку буду использовать в 86 тоже форс и такло и прорабатываю прям всю внутреннюю часть если вопросики они не скатывают нет если вы правильная работаете скатывание всегда будет происходить если вы не контролируете кремовую текстуру относительно сухой это будет основное правило вообще работа любых продуктов но есть еще какой плюс понимаете даже если продукт не имеет такой стабилизации как знаете бетон то это наоборот говорит о том что не так сильно вредит кожа что под глазами будет легче продукт носиться понимаете да так погнали подготовили с вами форму начинаем просушивать начинаем заполнять я буду использовать тени от make up secret в оттеночке таком красивым зеленом я просто боюсь что сейчас ногтями начну не надо и тут не очень красиво 92 просто тени уже очень много видели в этой жизни да это просто моя знаете такая рабочая палетка просто вообще очень люблю тут уже некоторые в дырочку я боюсь их трогать потому что обожаю эти оттенки погнали я беру кисть в 147 вот такой вот формы это как кисть карандаш рекомендую имеет таких кистей 2 вот это просто обязательно потому что кисть имеет правильно анатомичную форму которая прекрасно входит в углы видите то есть не просто так сейчас кисти имеет определенные формы и потому что модно потому что есть на эту причину да есть анатомия то есть это такой угол до заход поэтому эта кисть прекрасно будет входить в углы для темного однако есть для светлых другая кисть понимаете и чем больше будет у вас инструмента тем у вас работа будет более качественнее красивее чище и так мы используем с вами эту кисть набираю такой красивый зеленый оттенок и буду выкладывать прям на нашу форму это кисть смешанного ворса ворс козы и синтетики что позволяет держать кисточки форму лучше и не так сыпать продукты вообще всегда говорю что не забывайте о том что всегда сыпите вы а не кисть виновата да то есть все таки подумайте кто у вас руках какой ворс какой плотности какой ширины относительно того где вы будете работать с какой поверхностью а если вопросы пока нет не спешите заполнять форму часто ошибка многих набрали цвет и давай гулять прям по всей поверхности таким образом вы не просушите полностью участок и тогда может скатываться поэтому смотрите цвет всегда набираю на одну поверхность на одну сторону прекрасно заходит прям в труднодоступные участки в уголочке глаза просто вот суперская кисть у меня такой формы очень много кистей смотрите я решила чтобы этот цвет у меня был более глубоким поэтому использовала такую подложку не знаю как видно что такой красивый глубокий зеленый оттенок видно или не видно лучше спросить у аудитории ребятки пока я вижу ну вы это анатолий Александрович видите мне это в живую понятно ребят скажите вы видите этот красивый зеленый или вы видите просто коричневое какое-то пятно ставя кисть на острие вы можете проработать направляющую стрелки или направляющую тушевки этот цвет можно какой угодно я вам показываю некий алгоритм как знаете пустою схемы подставляются под ней все что хотите получаете любой абсолютно макияж какой вы себе напридумали не видно коричневое пятно эхххх мы к сожалению себе с инстаграмом ничего не можем teставлять эхххххххххххххххм это такой красивый цвет я вот так вам покажу вот такой цвет очень хорошо видно да это видно вообще он просто божественный это так красиво То есть на глазах он смотрится припыленный, такой, знаете, ненавязчивый, очень красивый цвет. Просто обожаю этот оттенок. Сейчас немножко вытру руки. Главное форма. Ну, хорошо. Дальше, что я делаю? Эту же кисть не меняю. Мы сделаем потом фото, и на фото будет страшно видно. А пока скажите, интересно ли вам? Не устали ли вы? Такая поддержка, поддержка, да? Как художнику. Поехали дальше. Я беру оттенок 0,95. Очень красивая оливка. Это мой любимейший цвет. Вот Makeup Secret. Просто обожаю эти оттенки. 92 тени, 95 олива. Это уже более сатиновый цвет. Не перламутровый, сатиновый. Очень красивый. Буду использовать эту же кисть, только уже другую сторону. Почему говорю, используйте только на одну сторону. Очень интересно. Очень много интересного. Спасибо. Для меня это очень важно, понимаете? То есть я, если отдаюсь, мне нужно понимать, насколько зритель слушает, насколько ему это интересно, понимаете? Чтобы я начну раскрываться больше, и тогда меня может понести еще больше. Очень крутые тени. Нравятся очень. Как всегда, невозможно оторвать. Мы-то от чего устали? Согласен. Встать пора уже от отдыха, в принципе. Я не могу. Я каждый день крашусь. Вы же знаете, да, в моем эфире, что я не могу вообще сидеть на месте. Я вообще, знаете, не домохозяйка вообще никак. Потому что, ну, я человек такой творческий, мне надо что-то делать, где-то быть, что-то кому-то обязательно отдавать, да? Ну, то есть, допустим, информацию, работу и так далее. Итак, тени оливковые. Сейчас я покажу на пальчики. Мы наносим на... Вот оливку, кстати, хорошо видно. Правда? Да. Ой, это вообще... Этот цвет, мне кажется, я... На удивление смотрится действительно оливкой на глазах. Очень красивый цвет. Это просто потрясающий оттенок. Я, знаете, люблю общую зелень. Я собираю во многих марках. И именно вот этот цвет все-таки вот нигде не дублируется. Вот нравится этот оттенок. И очень много есть оттенков, которые вот не пересекаются с другими брендами. По-похоже. Мне говорят, да, посмотрите в той палетке, посмотрите в той. Я говорю, да, это разные. Прям показывай. Здесь там оранжевит, здесь там сильно красный, здесь там сильно яркий. Вот есть оттенки в Makeup Secret, которые просто мы must have. Это, опять же, вы можете посмотреть на моей страничке в Instagram. Поехали дальше. Мы сделали. Далее я беру наш бронзер, который у нас уже есть, скажем так, да? Это пудра компактная. 0,6 оттеночек. И я буду использовать... Смотрите, я беру еще одну кисточку чистенькую. С20. Makeup Secret. Это любовь моя. Я очень люблю вообще выстраивать формы ей. Это просто must have из must have, да? То есть вот эта кисть обязательно в S147. С20 обязательно. Я пачкаю кисточку о наш бронзер и прохожусь по нижней тушевке. И зачищаю краевые. Так. Проработали. Но это не все. Конечную вытушевку я сделаю чуть-чуть попозже. Черный карандашик немножко нанесу на внешний край. Чуть-чуть поглубже сделаю. Окей. Делаем второй глаз. А пока давайте вопросики. Что-то, может быть, еще повторяюсь. Были какие-то сложности с продуктами, к примеру, от Makeup Secret, да? Я подскажу, как пользоваться, какие нюансы или что-то еще. Или у вас, наоборот, страх при покупке к этой марке. Вот что-то вот такого плана у вас есть, если вопросики, тоже пишите. Я помогу обязательно. А я пока все то же самое дублирую на втором глазе. Анатолий Александрович, есть ли у нас там вопросы? Ну, молчат. Молчат. Пока то, что и без нас там все отвечают. А что там отвечают? Ну... Все хорошо, да? Да, пропустили номер. Ну, просто если не будем каждый раз... Ну, я думаю, что Makeup Secret помогает нам в этом плане, да? Они отвечают. Для чего хорошая кисть V4? Так, 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 V4. Что это такое V4? Makeup Secret, помогайте. Я просто не помню всех прям по номерам. V4. Я же не все даже кисти прошла. Что-то такое здоровое. Это что-то из больших, да, по-моему, кистей? Вот у меня V1, V4. Это что? Напомните, пожалуйста, Makeup Secret. Или, может быть, вы тоже поможете. Сейчас я тебе ее найду. О, правильно, Анатолий Александрович. Помогите мне найти ее в Инстаграм. Прекрасная косметика. Обожаю ее. Скажите, пожалуйста, чем обезжирить верхнее веко? База плохо стала работать. А, во-первых, какая база? Это кисть для пудры. Это, смотрите, какая база. Плохо стала работать, да. Во-вторых, опять же, проблема может быть еще в том, что вы мало выкладываете сухих продуктов. Это частая проблема, то, что я вижу на занятиях со своими учениками. Я говорю, этого мало. Я говорю, как-то этого мало. Этого мало. Я всегда говорю, смотрите внимательно за моими действиями. Обратите внимание, как я ставлю кисть. Так, одну секундочку. Ну, так это прекрасная кисть для пудры. И для... Также бронзера можно использовать. Ну, вот. Но я все-таки люблю кисточки из ворса Таклон для пудры. Это лично мое мнение. Все-таки пудру я люблю использовать из ворса Таклон. Вот. Что-то я еще говорила, я уже забыла. У меня столько в голове, хочется вам рассказать. Поэтому... Про обезжиривание. Про обезжиривание. Так, все. Про обезжиривание. Значит, смотрите, что. Можно обезжиривать, ну, в принципе, тоником обезжиривающим. Да, то есть матирующим тоником. Да, можно даже пальчиком, по большому счету. Просто обезжиривайте пальчиком. Все зависит... Ну, от многих факторов, по большому счету. То можно даже пустые кисточки пройти слегка. Много нюансов. Не забывайте, когда вы работаете, да, вот если есть у меня складочка, но я понимаю, что я буду работать с суперстойким продуктом. Тогда, конечно же, можно и не обезжиривать. Но очень много нюансов, очень много факторов. На какой поверхности, с каким продуктом, то есть что такое база, какая у него степень высыхания. То есть мне нужно понимать, и что потом последует. Какие пигменты, какой структуры. Потому что есть пигменты сухие более, которые скрепят, а те, которые есть, которые не более такие, ну, как влажные, знаете. Мне нужно это понимать, чтобы дать более качественный, профессиональный ответ. Так. Погнали дальше тинт. Тинт Пэйшн. Ок. Кисть С20. Набираем. Это значит не просто макнули этот продукт, а именно запачкали. И проглаживаем поверху. Есть ли еще вопросы? Кремовая база под тени, сухие тени. Это мой вопрос. Кремовая база под тени. Бренд какой? Мейкап секрет. Он хорошо застывает. Тогда я могу более вам ответить. Потому что есть базы, которые катаются, есть базы, которые сразу-раза застывают. Еще раз говорю, обезжиривание можно просто через палец, просто ватный диск с матирующим тоником. Подождите, пока он испарится. Ну и как бы приступать. Но самый простой вариант, когда у нас нет времени, какой там, взяли пальчиком, все вытрили и все. Аккуратненько. Или пустая кисть еще прошлись. С пустой кисточкой. Так, тени зеленые. Тени зеленые. Что такое? Да, красить себя это, конечно, еще тот оргазм. Не очень-то удобно. Но я надеюсь, что вам все видно. Что вам интересно. Очень красивые тени. И функциональный инструмент. Что позволяет нам достигать таких результатов. Чтобы в большом счете у меня даже ничего не сыпется. Отлично. Теперь будем приступать с вами к верхнему веку. Ну, я сейчас покажу, как я обезжириваю. Это так просто. Заполняем. Это еще не все. Я вам потом покажу, как мы будем трансформировать все это дело. Потому что я очень люблю трансформации. Я очень люблю различные нюансы добавлять. Я люблю работать с текстурой. Просто обожаю. Поэтому для меня это слишком просто. Кисть ВС-161 для чего можно использовать? Покажи мне ВС-161. Что я сейчас не вспоминала. По-моему, это двухсторонний. Не помню. Покажи, пожалуйста. Ну, открывается. Видите, я больше люблю синтетический ворс. Поэтому я по нему просто тащусь. И я... Они просто заменяют все. Понимаете? Именно это клон все заменяет. Больше ничего не нужно. Я практически не работаю козами. Помаду я тоже использую вот такие вот кисти пушистики. И наношу помаду именно так. Мне сейчас очень-очень нравится именно нанесение таким образом помады. Так. Далее. Нижняя часть. И я использую бронзер. И приступаем к нанесению верхних теней. А, все, точно вспомнила. Ну, это помада. Больше я бы, ну, не знаю, для чего еще. Просто, чтобы не изобретать велосипед, просто для нанесения помады. HD пудру советуете наносить после Photoshop пудры Оби, пудры Secret? Нет, я сейчас не люблю пудру HD. Честно. Я люблю сейчас пудру, либо вот такую. Но, опять же, повторяюсь, это одна из моих пудр, которые я использую. И есть еще компактные пудры, которые тоже можно работать в шлифовку. HD я не использую сейчас в работе. Просто берете вот эту и сразу ей работаете. Без HD. Мне не нравится. Так. Погнали далее. Сделали. Вверх. Вверх. Убираем. Вот таким образом можно обезжиривать. Пальчик. Когда мы спешим, нам там некогда, что-то, где-то, куда-то. Пальчик прекрасно. Я беру тинт Freedom. Эти будут два тинта работать, чтобы я не повторялась. Давайте, будут только эти два тинта. Плоская кисточка. Опять же, таклон. Еще раз повторяю, что таклон, ворс, который можно использовать как для сухих, так и для кремовых. Хоть для помады, хоть для каких хотите. Кисточка S либо 18, либо S16. Пожалуйста, какая вам больше нравится. Заполняем века. Поднимаемся вверх. И расслабляем нажим. Есть две, надо теперь как-то их использовать. Есть две, как-то использовать. Ну, пудра, пудра. Ну, не здесь, наверное. Используйте. Да, я думаю просто, что вам после вот этой не захочется HZ пользоваться. Видите, я же опять же говорю, что век меняется. Сейчас косметические бренды настолько быстро все меняют, настолько все обновляется, что, понимаете, мы не успеваем. Поэтому, говорю, нельзя следить за всеми новинками. Вы просто банкротитесь. Имейте то, вернее, работайте то, что имеете. Вот это вот мой девиз, потому что за всем не угнаться. Так, что дальше делаем? Я беру Freedom и немножечко кисточкой V85. Немножко прохожусь по ресничному краю. Так, вопросы? Так, Вика решила весь ассортимент переспросить. V186 кисть для чего? Это Викуля, которая? Ну, одна из Викул. Еще раз, какая? Какой номер? Да я даже сам, честно говоря, не знаю, что это за кисть. Вика, ты там решила полностью ассортимент обновить? Я бы советовала бы иметь всю серию S. Вот она, наикрутейшая, и я ее обожаю. Ну, мой капсекрет пишет, что это для проработки мелких деталей, например, межреснички. Я думаю, они 100% не ошибаются. Очень крутая вообще серия. Я вот без вот этой серии жить не могу. Вот S19 сейчас у меня вот прям... Это маленький соболь вот такой. Ну, вы же знаете, как я отношусь к соболям. Да, можно прорабатывать мелкие детали. Какая? 0,92? 186. А, 186. Мне нравится такая 192. Она более такая пожестче, она более как бы, как будто слеплена, да? Скажем так, по-русски. И она мне нравится для работы с растушеванной стрелкой. Так, ну все, погнали дальше. Все прекрасно. Тинтик лежит. У нас все. Почему, смотрите, две кисти? Потому что одна наносит, другая растушевая, да? И каждый цвет, для каждого цвета у меня отдельная кисть. Вот такая уже. Видите, какая красота получается. Что мы делаем? Используем пигменты. Я беру плоскую кисть. И использую по центру глаза пигмент под названием Роял. Это бронза. Очень красивая бронза. С правильными подоттенками. То есть бронза, которая имеет легкую красненку, что, собственно, позволяет вам работать без загрязнений. Почему мне очень нравятся пигменты еще Makeup Secret? То, что у них нет в основной коллекции пигментов, которые уходят в грязь, да? У них отдельная серия Eclipse. Очень аккуратно просто работаете на темных подложках. А вся остальная коллекция, это просто божественная. Как у меня, хотел сказать, просто, ну, постеснялась в эфире. У меня студент говорит, это же просто бомбял. Ну, вроде как, хочется выражаться более... Академично. Да, академично. Поэтому, вот. Итак, очень красивый оттенок бронзы, который слегка в растушевке ходит такую красненку. Просто потрясающий цвет. Подходит абсолютно всем. Я его использую на любые подложки. Вообще, пигмент я считаю такой мастхэвный. Который в нынешнее время такой модный, красивый. Я могу назвать самые ходовые пигменты. Вот, если сейчас есть у вас такая... Потребность. Да, то я расскажу. Он просто какой-то, не знаю, как это вам видно. Это же просто потрясающий пигмент. Дальше. На внутренний участок можно было бы выкладывать... Если бы хотели вы остаться в такой бронзовой гамме, колозиум красивый, можно было бы использовать пигмент пиролкорал. Можно использовать пирамида Хеопса. У меня банки стоят, смотрю на них. Дальше. Но я буду использовать зеленый. Очень хочу зеленый. Долго думала. Или латиную, или зелененький. В общем, я все-таки решила, что я, наверное, возьму Голден Будда. Это просто мой любимый цвет. Обожаю его. И я, как всегда говорю студентам, так, это наша точечка. Суперволшебная. Ставим им. Так, что там, Анатолий Савдорович? Все хотят знать ходовые оттенки. Спрашивают, какую кистью пигмент наносить. Пигмент можно наносить соболем. Пигменты можно наносить белками. У меня сейчас кисть из ворса белки. Ну, вы же знаете, да, что я все-таки в своей истории рассказываю, что я обожаю для пигментов это кисти из ворса белки. Но можно использовать также и... Так вот, фу, этот, извините, соболь. Отвлекаюсь, потому что концентрируюсь на всех деталях. И вот так вот мы наносим больше на внутренний уголочек. И еще между ними... Вообще, видите, я люблю сложности. Я люблю интересные какие-то соединения. Чуть-чуть латины. Ага, время, да? Так, окей, ребята, все. А то у меня сейчас... Сильно я, да, увлекаюсь. Какие ходовые пигменты? Обязательно пирал коралл. Обязательный под просто номер один. Обязательный из обязательных. Можно так сказать. Дальше. Обязательный сан. То, что я как хайлайтер. Очень красивый. Сатурн. Вот сейчас я буду его использовать под бровку. Это пигмент, который классика жанра, который подойдет абсолютно всем. Посмотрите, я буду его слегка-слегка выглаживать на зону подбровного пространства. Дальше. Очень нравится Голден Ринг. Тоже базовый такой цвет. Потом Роял обязательно. Для того, чтобы красивую точечку поставить, либо Сахара, либо Голден Будда. Что-нибудь на выбор. Обязательно Эйфил Тауэр. Я его сейчас покажу вам. Это просто стопудовый цвет, как у меня студенты. Говорят, просто, Татьяна, называйте все вещи своими именами. Вот так вот. Очень люблю. Так, погнали. Дальше. Сделали. Положили цвет под бровку Сатурн. Поехали дальше. Что я буду использовать? Закрываем уголочек. Опять же, наша волшебная кисть. В147. И я буду использовать цвет. Не могу показать. Боюсь, чтобы он у меня не упал. Это такой красно-коричневый цвет. Мейкап секрет номер 36. Обожаю этот цвет. Вообще, все цвета из этой категории, номер 36, номер 34, 31. Это мой маст хэп. Это просто обалденнейшие цвета, которые вам позволят сразу выходить в кожу и создавать различные сложности. Как много информации, спасибо. Пожалуйста. Ну, это, скажем, такой минимум, я бы сказала. Если хотите больше информации и более детально, и вот прямо вот все, даже с постановкой рук, я все даю на своих онлайн-уроках. Вдруг кто-то хочет подробный, чтобы этот урок у него остался на какой-то период. Вот, пожалуйста, вам. Не видно мне нифига. Что ж боится? Загородить. Все хорошо. Все хорошо? Вот так. Дальше берем пушистик. Ну, например, возьмем пушистик или В124, или В203. Давайте возьмем вот этот. Такой пушистик-пушистик. И буду использовать как раз-таки 31 оттенок теней. Рыженькие такие. И создаем уже мягкую вуаль. Уже хочу отметить свой аккаунт, пожалуйста. А вы же должны быть подписаны все. Так, а ну-ка, мы-ка в секрет. Проверьте, пожалуйста. Мой аккаунт Ермилова Татьяна Анатольевич, напишите, пожалуйста. Вдруг кто-то проклядил и не подписался. Ну, по случайным какой-то, по случайным обстоятельствам наверняка, да? Так, и мы с вами прорабатываем. Так, я делаю потемнее, чтобы была более видна форма. Я вчера, знаете, долго думала, что бы сделать, что бы сделать. Сделаю такое более полегче, но я поняла, что его не видно, к сожалению, через телефон. У меня была еще другая задумка. Но я подумала, что ничего не будет видно. Слишком такие более светлые оттенки. Я хотела такое прям по-весеннему сделать, но передумала. Так, дальше я беру мой любимейший цвет. Так, студенты мои, если вы здесь, скажите, что он просто мега волшебный. Это номер 21. Это тени, которые я говорю, это просто мастхэв. Почему? Да, потому что он позволяет нам увести цвета в кожу по структуре и по цвету. Я обожаю номер 21. У меня есть похожие в других брендах, но, как я студентам говорю, вы видите разницу. Если мы говорим о выходе в кожу, именно этот оттеночек дает нам и структуру правильную на выход, и цвет. Стоп. Что такое? Стоп. А, господи. Мне послышалось стоп. Так, и вот всю форму, прям всю периферию я зачищаю именно ей. На этом оттеночком. И по низу тоже. И теперь погнали. Так, как вам такая красота? Поехали. Здесь, значит, по центру я буду использовать пигмент Эйфил Тауэр. Просто безумно крутейший цвет. Это цвет, который подойдет абсолютно на любые цвета. Почему мне его студенты назвали стопудовым? Потому что это цвет, который может по-разному проявляться на разных подложках. И самостоятельно он тоже дает абсолютно такой сложный красивый цвет. Он и красный, и зеленый, и коричневый. Очень-очень красивый цвет. Вот смотрите, я сейчас утрирую им нижнее веко. Насколько красиво и звонче стал глаз, да? Насколько красивая форма. И подсвечивает глаз сам. Как просто, не знаю, волшебный цвет. Очень-очень его люблю. Сразу его положу на нижнее веко. И другого глаза. Что-то там пишут, там красиво. Спасибо. Пишут и справилась, подписалась. Моя умничка. Значит, будем счастливыми вместе. Так, а теперь, например, ой, что-то мне хочется поменять вот этот оттенок. Я сейчас беру пигмент в оттенке латино. Вся та же кисть, понимаете? Так, насколько крутая кисточка. И прям вот закладываю поверху на внутренний уголок. И я получаю очень сложный цвет. Если вы хотите его получать чище, ну, естественно, зеленый не кладите. Ну, моя задумка, чтобы, знаете, вроде бы как одна гамма, но она какая-то вся перекликалась. Смотрите, получается такая некая у нас диагональ цветов, да? Создает такую некую красивую феерию. Я люблю сложные оттенки, чтобы не разобрать, что же там такого использовано. И на внутреннюю часть немножечко Сатурна. Вот. Видите, как сразу загорелся внутренний уголочек? Не знаю, это как сама с собой. Говорю, хоть, Анатолий, вы поговорите. Очень красиво, интересно. Вот, вот, вот. Так, и еще на внутреннюю часть. Это тоже абсолютный хит. Очень аккуратно. Это слюда, очень мелкодисперсная. Называется Pink Star. Это та слюда, которую я затираю в зону скулы, то есть в бликовую зону. И получаю такой красивый, прям вот стеклянный эффект. Очень круто. Вообще, просто обожаю этот пигмент. Или я беру, как говорю, тыкалку, кисточку. И делаем тык-тык. На внутренний уголочек подсвечиваем. Вот таким вот образом. Дальше я усложняю, опять, счищаю кисть и набираю пигмент фиолетовый. Я просто не знаю, как это показывать. Очень красивый цвет, такой красно-фиолетовый оттенок. Если нужны показать поближе пигменты, вы скажите, Анатолий Александрович будет стараться вам это показывать. Вот такой фиолетовый. Очень красиво видит красота. И немножечко я еще закладываю на центральную часть, ближе к ресничному краю. И немножко на внешний выхожу, чтобы задать какую-то вот изюминку на тортике. А знаете, как красиво смотрится, когда, допустим, зеленый оттенок можно выкладывать на бронзу? Тоже такая красота получается. Ну, творить можно очень много. Вообще, как я говорю, в визаже нет такого, что только этот цвет может соединиться только с этим. Вообще, говорю студентам, да пробуйте разные. Пробуйте, экспериментируйте. Выкладывайте, создавайте свои цвета. Все можно соединять. И противоположные, и рядом стоящие, и разные. Просто понимать должны, что вы хотите получить. Номер пигмента фиолетового. Миракл. Миракл, да. Миракл. Так, ну что, я думаю, что все красиво уже здесь. В твоем исполнении просто божественно. Спасибо, ребят. Сейчас я сразу накрашу глазик, покажу вам, как это смотрится с ресничками. Ой, посмотрите, как красиво. То есть, 31 оттенок моментально создает такую красивую дымку, уводит в кожу. Очень люблю его. Вечерний вариант восхищает. Да, это вечерний вариант, совершенно верно. Мне так захотелось показать, потому что, ну, чтобы был более виден эффект. Потому что, конечно же, можно что угодно. Вы можете зайти и смотреть на мою феерию цветов, и вдохновляться, поднимать себе настроение на моей страничке. Там, чего только нет. Вот такая вот у нас красота. Вроде как все окей. Погнали дальше. Сейчас я сразу сделаю тушь. И быстренько, быстренько готовьте пока свои вопросы. А я буду делать второй глазик. Так, погнали. Тушь, 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 тушь. Сейчас мы красим реснички. Вот так. В общем, можно накладывать, можно создавать различные цветовые решения, менять их потом. Может быть, знаете, как создавать что-то сложное, что-то интересное по структурам, что хочется рассматривать. Я очень люблю вот такие всякие сложные соединения. Конечно, вблизи это безумно все красиво. Конечно, не знаю, мне сложно передать всю эту цветовую гамму. Добрый день, я про кстиловую пигменты на чистую кисть набираете. Конечно, конечно. Это, знаете, очень часто задавая мне вопрос. Вы обратите внимание, что мне ничего не посыпалось. Обратили? Что мне ничего никогда не сыпется. Конечно. Это что за пушистая, белый, пушистик. Это про какую? Пушистик у меня был, была кисть 124, и кисточка еще V203. У нас 8 минут. Блин, все, я спешу, ребятушки, спешу. Я думаю, мы уже не будем третий раз заходить. Я думаю, что вы уже вдохновились, что вы получили массу информации от меня. Сейчас будет второй глаз. Обязательно общайтесь, как раз таки готовьте вопросы. Я еще хочу сделать бордовые губы. Вам покажу мои любимые два карандаша. Вдруг не успею рассказать. Видите, как он уже в таком огрызке называю. Не очень красиво, конечно, так. Но это говорит о том, что этот цвет я обожаю. Это LM83. Вот, может быть, даже сейчас сделаю. Я думаю, давай ты сразу подожди губы, а если останется время, второй глаз. Давайте так, давайте так. Обожаю, то есть настолько крутые карандаши. А если вы, скажем, в такой ситуации, вы не знаете, какой же карандаш ей подобрать. Вот кто его знает, вроде бы невеста. Хочется, чтобы всем подошел. Девочки, LM39. Подойдет абсолютно всем. Такой цвет пыльной розы. То есть это оттенок нашего контура губ. Подойдет абсолютно всем. А для праздников, или для таких, как я, не скромных товарищей, это LM83. Понял о суперкрутой точилке, которая правильно точит нам карандаши. Острюем. Создаем контур. Флоскостью заполняем. Они устойчивые. Они не пересушивают губы. Поэтому я их использую как фомада. Сейчас покажу этот цвет. Видите, да, ногти какие у меня. Я обожаю еще бордо. Обожаю все, что с красным цветом связано. Так. Есть ли у вас вопросы по поводу пигментов? Потому что это настолько часто задаваемый мне вопрос. пигменты, как ими работать, что это такое. А тратата, почему-то. Какой там цвет взять. У вас сейчас есть шанс, ребята. Пользуйтесь. Так. Отлично. И нижнюю. Видите, какой цвет? Понимаете, какая-то красотень. Ну, класс, да? А еще мне приготовлена такая изюминка. Это такие помады. Lip Paint. Я обожаю в оттенке 18. И, ну, этот уже у меня прям высох. Прям уже высох. 17. Вот таких два. Две такие помады. Обожаю в качестве прорисовки внутреннего уголка. А еще, если вы обратите внимание, я люблю вот такую красоту. Наносить на внутренний уголочек. Неоновый, офигенский цвет. ЛПТ-20. Просто супер. Ну, это для таких, как я. А для классики жанра, пожалуйста, номер 18 и номер 17. Из насыщенных зеленых хамелеон и желтых красных. Какие посоветуете? Зеленый. Зеленый Промис, зеленый Сафари Парк. Обязательно имеет Эфил Тауэр. Обязательно. Дальше. Голден Будда или Сахара. Ну, например, Голден Будда пусть будет. Они примерно одинаковые. Красный. Красный. Ред Сквайр. Надо посмотреть дальше, чтобы... Даже тут какой-то... Голден Гейт. Это и есть красная площадь. Вот. Это красный. Дальше. Терен Когнито. Такой вардоватый. Смокер Роуз. Это сатин. Такой красно-коричневый. Красивый. Ред Сквайр и Голден Гейт. Это именно такие красные, как помада. Знаете, что можно сделать? Вот так вот сделать карандаш. Берем вот такой вот оттенок пигмента. И создаем бархатные губы. Видно? Именно... Да, но он почему-то по оранжевому шел. На самом деле он красный. Ну нет, у меня оранжевый. Прямо красный. Покажи еще один тогда. Вот. И создается такой вот именно не перламутровый фиолет. Эффект губ и не блестяшки какие-то. Знаете, а вот именно красивые губы. Ну, можно посмотреть на сайте Майкоп Секрет. Там довольно точно. Ну, посмотрите, какой цвет. Это же... У меня просто внутри все переполняет. А знаете, что вот еще карандаш? LM83. Также можно для формы использовать. Очень круто. Все, понимаете, как помада. Настолько мягкая, настолько комфортная, что я больше ничего не буду использовать. Вот просто так. Видите? Мне кажется, все ровно. Нет, у меня не оранжевый, он красный. Это просто из-за косячности инстаграма. Я попробую угол половить. Нет, другой там еще есть. Там один есть чуть холоднее, другой чуть потеплее. Возможно, тот, который потеплее. Блин, я не знаю, почему он оранжевым смотрится. Ну, посмотрите на сайте. Это Red Squire. Так, погнали. Сейчас я тогда сделаю внутреннюю часть. И тогда буду делать эроглаз. Ну, если останется время. Если нет, до скорых встреч тогда. Какой тушью вы сейчас пользуете? Тушь. Какая у меня была здесь? Потому что я же бы ее не все брала в студии. Это был... Где моя тушь? Это была... Был Мэйбеллен. Все, что у меня здесь есть. Мэйбеллен Лэш Сенсейшн. Так, дальше я беру подводку. Кисть для подводки. В 206. А еще знаете, какую любила кисточку? Не знаю, мы как все эти кисти еще такие в наличии. Мне очень-очень нравились кисточки 126. Вот такая вот из Соболя. Такой треугольничек. Очень классный. Так, это надо сделать поближе. Безумно классные помады в качестве подводки. Не видно. Ну, блин. Татьяна прекрасный эфир. Это тема и как секрет пишут. Спасибо. Человек, она яркий понесла. Это же хорошо. Весна, значит, в вас уже вошла. Ну, я, видите, в таком пиджаке. Да? То есть, такая строгая, понимаете? Мне кажется, это очень круто смотрится. Вообще, обожаю. Видите, не стесняйтесь делать яркие глаза, яркие губы. Это же круто смотрится. Просто старайтесь контролировать акценты. Ни в коем случае ярких бровей. Ни в коем случае пятно вот это категорически вообще не делайте. Я против вот этой обрисовки под скуловой. Это просто нет. И есть на это причина. Но это все на моих онлайн уроках. Я объясняю, почему с точки зрения анатомии. Окей. Дальше. Смотрите, какая классная подводка. Спасибо за эфир. Спасибо за ответ. Очень классный макияж. Ой, вообще супер. Ну, на самом деле он гораздо класснее. Ну, ничего не можем сделать с инстаграмом. К сожалению, ну... У нас и так дома пол студии. Мне шедеть, понимаете, тут же такой разгром. А если хотите, чтобы было видно каждую мою изюминку. Ребят, видео уроки сейчас у меня со скидкой. Вы получаете такую крутую базу, что... И все видно. Я там рассказываю, знаете, как? Если здесь интересно, то там просто мега. А еще я люблю эту помаду. Посмотрите, закладываю прямо поверх карандаша. На слизистую. Прям на слизистую, не боимся. Клиенты очень просят поярче коррекцию. Нельзя. Что значит просят? Знаете, есть такие нюансы, которые их состарят. Они хотят быть старше? Нет. Они хотят быть, ну, скажем так, знаете... Ага, у нас 20 секунд. О, ребята, ну тогда я не буду же, наверное, перезаходить. В общем, есть нюансы. И можно добиться чуть глубины, но только без этих темных оттенков. Но я думаю, что я вам вынесла очень много... До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова